hello everybody бет на плохом канале опять немного про ремень harley не дает покоя он людям просто вот не могут люди жить спокойно с ремнем harley хотя harley у них нет ремня тоже нет ну вот страдают они от этого только я записал ролик ссылка в описании про то как я 7000 километров проехал с дырами в ремне вот что это не является никакой проблемой тут же появились люди которые начали рассуждать про то что на harley можно ездить только по асфальту все это конечно здорово вот но откуда вот этот миф берется я даже не знаю вот мы представьте что из азиатизм бедные хорлисты ездит только по асфальту я не любитель ездить по бездорожью и но я на него съезжают ну как бы мне не интересно ехать только по нормальной дороге она на него съезжает вот можете посмотреть куда я на съезжал в этом году я ездил и по горам были не по какому-то говну по бездорожью и по ремонту дорог и вообще никаких проблем я в этом не имел откуда берется этот диатизм я честно говоря не знаю и того у меня сейчас в таком виде ремень данный софтель вы думаете он в таком виде должен быть хрена у него должна быть защита ремня вот она и просто снял вот она стоит вот здесь вот вот и закрывает ремень сверху вот почему у меня получилось что попали сюда камни еще раз повторюсь потому что я мотоцикл упал на эту сторону и скиф оказался на земле в грязи понимаете то есть по грязи ездить наверное не надо вот потому что вот и весь такая маза можете упасть да то есть и камни можете засосать в ремень а просто когда вы едете то есть никаких проблем в этом нету защита ремня сверху но теоретически наверно спасла кстати толщина у него наверно миллиметра два металка где-то вот но наверное только теоретически потому как она скорее для того чтобы не засасывал там свыть сверху что-то да то есть там или доги второго номера в ремень из соображения безопасности потому как скифа же крутится в эту сторону вот и как бы засосать может только снизу вот сейчас покажу поближе вот у нас ремень из да то есть вот скиф крутится в эту сторону прислажено вперед же крутится поэтому если сюда вот посмотрите да то есть вот ветчина камень который должен быть попасть это ну он должен быть очень маленьким да то есть сюда проскочить большой камень просто вылетит отсюда и попасть и может только снизу вот стоит защита ремня нижняя да то есть это вот только вот сюда вот если куда-то там засосет вот теоретически может туда куда-то там попасть вот поэтому сверху защита то есть если вот на сколько там сантиметров 40 наверное вот пролетит камень и вот сюда вот как будто там попадет то теоретически он может засосать его может в первый скиф да то есть ведущий а в этот как бы только снизу поэтому ну извиняйте сейчас на электро посмотрим как это выглядит на электро его ситуация немного другая защита ремня верхней нету вот потому как и и как бы здесь стоит кофр дать весь я вы снял начал разбирать электро потихонечку попозже выложу пока время вот и задний скиф до закрыт собственно кофром и соответственно там ноги второго номера все остальное в него не попадает не стоит точно такая же защита ремня снизу вот поэтому ну как бы тоже идентичным образом устроен только единственно что верхняя защита ну и его роль выполняет кофр вот так вот выполнен защита ремня у электро кстати говоря ремень абсолютно офигенном состоянии вот я сколько вот ковыряю электро но сейчас по выкладывая все-таки попозже я просто охреневаю от качества бренд того что пришло из японии ребята для должны резать можете рекламы это читать чем угодно настолько все ухожено блины ну в таком состоянии что-то одно удовольствие просто не то что тебе ты мотоцикл купил который там весь раздолбанный вот а купил нормальном состоянии так приятно вот про ремень такая фигня чушит все про бездорожье ребят ну просто ерунда я наездил в этом году блин куда только не ездил в прошлом году ну блин кто вам это все рассказывает я не знаю а